Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке математики. Меня зовут Лобецкая Анастасия Александровна. На прошлом уроке вы научились решать арифметическим способом задачи на движение в противоположных направлениях. Тема нашего сегодняшнего урока математики – задачи на движение в противоположных направлениях. А также мы поговорим о выдающихся личностях и разных профессиях. Цель урока – решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на встречное движение и движение в противоположных направлениях. В этом нам помогут различные методы и технологии критического мышления, с помощью которых мы будем анализировать и обобщать новый материал. Ребята, на протяжении всего урока вы сможете себя оценивать. Я предлагаю вам метод самооценивания «Прием. Звездный путь успеха». Вы будете выполнять задание и собирать в свою копилку звезды с баллами. Желтая звезда – 10 баллов. Задание выполнено полностью, верно, в соответствии с критериями. Оранжевая звезда – 8 баллов. Задание выполнено в соответствии с критериями «Есть ошибки». Зеленая звезда – 5 баллов. С заданием справился, срочно нужна помощь. На вершине успеха окажутся те ребята, которые выполнят все задания верно. Желаю вам удачи! Ребята, наш урок мы начнем с волшебных слов. Повторяйте за мной. Я чувствую себя уверенным. Я способен добиться всего, чего захочу. Я достигну успеха. У меня все получится. На стадии вызова я предлагаю вам технологию критического мышления. Метод «Мозговой штурм. Прием. Математический диктант». Задание. Запишите результаты вычислений в тетрадь в соответствующей нумерации. Первое. Запишите самое большое шестизначное число. Второе. Представьте число 7019 в виде суммы разрядных слагаемых. Третье. Какому числу надо прибавить 5, чтобы получить 26000? Четвертое. Из какого числа надо вычесть 1, чтобы получить 5000? Пятое. Число 320 увеличьте в 100 раз. Хорошо, ребята. Думаю, что вы справились с заданием. Проверьте свою работу. Поставьте соответствующие баллы. На стадии осмысления мы будем использовать стратегию критического мышления. Прием. Исследуй. Задание. Прочитай текст. Узнай, сколько лет прожили эти знаменитые врачи нашей страны. Ребята, чтобы узнать, сколько лет прожил человек, нужно из последнего года жизни вычесть год рождения. Санжар Джафарович Асвиндияров. 1938 год минус 1889 равно 49 лет. Этот человек прожил 49 лет. Александр Николаевич Сызганов. 1980 минус 1896 равно 84. Александр Николаевич прожил 84 года. Ребята, думаю, вы все справились с этим заданием. Оцените свою работу. Следующая технология критического мышления – стратегия диалоговое обучение, метод толстый и тонкий вопросы. Ребята, о каких профессиях говорилось в тексте? Какую профессию мечтаете вы получить в будущем? Подумай, для чего в мире существует так много различных профессий? Хорошо, ребята. Думаю, вы справились с этим заданием и ответили на все вопросы. На этой же стадии осмысления мы проведем проектную технологию в стратегии моделирования «Прием. Самостоятельная работа». Задание. Составь задачу по таблице и реши ее. В этом вам помогут критерии и дескрипторы. Из таблицы известно, что машина скорой помощи двигается со скоростью 70 км в час. Врач на велосипеде со скоростью 14 км в час. Расстояние одинаковое. Машина скорой помощи проедет данное расстояние за 2 часа. А врач на велосипеде неизвестно. Чтобы найти время, надо расстояние разделить на скорость. Первым действием найдем расстояние, которое проедет автомобиль за 2 часа. Для этого 70 умножим на 2 равно 140 км. А так как из таблицы известно, что расстояние у автомобиля и врача на велосипеде будет одинаковое, мы можем найти время. Для этого 140 разделим на 14 равно 10. Значит, врач на велосипеде преодолеет расстояние за 10 часов. Молодцы, ребята! Оцените себя! Ребята, следующая стратегия активного мышления – прием-решение задач. Задание. Состав схему к задач и реши ее. В этом вам помогут критерии и дескрипторы. Со станции одновременно вышли два поезда в противоположных направлениях. Скорость одного поезда – 72 км в час, а другого поезда – 68 км в час. Через сколько часов поезда будут находиться на расстоянии 560 км друг от друга? Хорошо, ребята! Думаю, вы справились с этим заданием. Проверьте свою работу, оцените себя. Следующая технология проблемного обучения – прием-исследуй. Задание. Запиши условие к задаче и реши ее. В этом вам помогут критерии и дескрипторы. Задача. Теплоход проплыл 40 км со скоростью 20 узлов. Сколько времени он был в пути? Ребята, вы, наверное, уже обратили внимание, что в условии задачи скорость теплохода измеряется в узлах. Чтобы узнать, что это за величина, я предлагаю вам изучить дополнительную информацию. Хорошо, ребята! Думаю, вы справились с этим заданием. Давайте проверим. Из условий задачи вам известно, что расстояние, которое проплыл теплоход – 40 км. Скорость – 20 узлов. Что же такое узел? Из дополнительной информации вы узнали. Узел – это единица измерения скорости, равен скорости равномерного движения, при которой тело за один час проходит путь, равный одной морской миле. Применяется в мореходной и авиационной практике. Таким образом, один морской узел равен 1852 м в час. Если округлить до 1000, то один узел примерно равен 2 км в час. Значит, если мы переведем 20 узлов, получается, теплоход двигался со скоростью 40 км в час. Значит, можем найти время. 40 разделить на 40 равно 1. Ответ. Теплоход был в пути 1 час. Молодцы, ребята. Оцените свою работу. Следующая технология критического мышления – проблемное обучение. Стратегия диалоговое обучение. Метод исследования. Задание. Ответь на вопросы, сопоставь данные. Ребята, подумайте, какие объекты могут двигаться с такими скоростями. Знаешь ли ты, с какой скоростью ты идешь пешком в школу? С какой едет городской автобус? Велосипедист. Какие данные тебе нужны, чтобы узнать эти скорости? Где их можно найти? Молодцы, ребята. Думаю, вы справились с этим заданием. Давайте проверим. Оцените свою работу. Ребята, на начальном этапе урока вам была предложена схема формативного оценивания. В течение всего урока вы оценивали себя. Чтобы узнать, как вы работали на уроке, почитайте все свои баллы. И обратите внимание на слайд. Если вы набрали 30 баллов, вы выполнили задание на уровне знаний и понимания. Если вы набрали 48 баллов, вы овладели знаниями на уровне применения. А те из вас, кто набрал 60 баллов, смогли овладеть знаниями на уровне анализа, синтеза и оценки. Молодцы, ребята. На стадии рефлексии я предлагаю вам метод 5Я. Он поможет вам определить, что вы узнали, запомнили, чему научились, что повторили и в чем затрудняетесь. Я надеюсь, что наш сегодняшний урок был для вас интересным, продуктивным и мы достигли поставленной цели. До новых встреч, друзья. До свидания, ребята.